Мы в студии Мумагика, и нас сегодня ждет самый бескомпромиссный матч этого полуфинала. Даниил Мечков против его гуру, против его учителя, против Романа Масаладжу. Со мной в студии сегодня Олег Баранов. Это я. Олег, я слышал, что ты играл как-то с Романом. Я играл с командой Романа, мы в финале Триоса играли, представляли честь клуба Портал против клуба Единорог. Клуб Единорог представлял Роман и два его тиммейта. То есть вы выиграли Единорога? Неправильно, неправильно. Скоро Новый год. Расскажи, пожалуйста, что ты за прошедший 2021 год считаешь самым важным для тебя событием в магии? Ну тут, конечно, раз уж мы об этом завели разговор, событие номер один это то, что я смог победить команду, в которой был сам Рома Масаладжу. Легенда всех легенд. Вот. Даже не знаю, что сказать еще, все остальное меркнет по сравнению с этим, но на втором месте я бы сказал, это выход горизонтов модерна. Это было действительно, ну я не знаю, можно ли назвать это событием? Ну это событие, оно сильно поменяло формат. Да, но вот это то, что прям воодушевило меня. Рогаван, вот это вот все. Да, вот это супер. Так как я, к сожалению, не смог принять участие в этой лиге модерна, я очень хочу поучаствовать в следующей и обязательно ее выиграть. Но для того, чтобы я смог поиграть на таких крутых видосах и каверажах, вам нужно подписаться на канал, чтобы Саша согласился. Я согласен. Ну давайте, поэтому, пожалуйста, жмите колокольчик и все зависит только от вас. И напоминаю, что смотреть видео этого турнира вы можете раньше, если станете нашим спонсором. Подробности под этим видео, нажимайте поддерживать от 99 рублей в месяц и увидите финал, увидите раньше всех. Да. А мы переходим к интервью наших игроков. В этом году было два, наверное, момента, которые я хочу отметить. Во-первых, самый первый кап по модерну, где играли я и еще семь приглашенных человек, где мы играли в финал с Вегасом. Это был такой первый наш уникальный опыт на канале Мумагик. Нам всем очень понравилось, было очень интересно и, в общем-то, все остались довольны. Второе, что я могу сказать, это, конечно же, выход сета модерна «Горизонты» часть вторая. Не могу сказать, что я этому сету рад, как и, собственно, первым «Горизонтом модерна». Но что делать? Приходится жить с тем, что есть, и формат сильно поменялся. К сожалению, практически исчезла с радаров «Горизонтов» моя любимая колода «Ильдрази Трон». Выпустили слишком много хита и других карт, на которые, в общем-то, нет оперативных ответов, типа Рогавана и Мургтай Трейгента. Поэтому, да, приходится теперь играть чем-то другим. Вот сейчас, на сегодняшнем турнире, у меня доставлена другая дека, скажем так, некая вариация моей любимой колоды с новыми картами, которые мне нравятся. Самое крутое, что со мной произошло в этом году, это то, как я работал в пятерочке. Люди, которые смотрели предыдущий выпуск, прекрасно понимают, о чем идет речь. Но я предыдущий матч играл настолько долго, что меня выгнали с работы, поэтому я нашел новое место. Там пока еще не очень круто, но я надеюсь, что, когда мои товарищи посмотрят этот выпуск, то они начнут уважать меня и хоть немножко общаться со мной. Лига, безусловно, дает соревновательный дух, потому что лига начиналась во времена, когда только вышли горизонты модерна номер два. У меня не было карт, поначалу не было карт, чем эту лигу играть. Я решил, я, поскольку был не согласен с тем, как поменялся модерна после горизонтов модерна номер два, и я решил собрать деку такую, которую для себя я оценивал как такой кринжовый вариант. Это УБ крабы, то есть в народе называется Мил. Я этими крабами пришел все 11 турниров. Первый пропустил, и после этого все 11 турниров я приходил играть. Да, во-первых, был некий такой соревновательный дух, потому что нужно было идти и зарабатывать очки. Поначалу у меня даже, у меня крабами, естественно, не получалось, не все получалось то, что я хотел. С крабами, кстати говоря, я играл со своим сегодняшним оппонентом. Он всегда играет чисто топовыми колодами. Тир 0, там, тир 1 не меньше. У него всегда классные карты в колоде. Не то, что у меня основная ударная сила это крабы 0,2, 0,3, а у него куча других более эффективных существ, поэтому я ему два раза в лиге проиграл. И в целом, в завершение скажу, что да, в лиге изначально участвовать было очень интересно. То есть мы реально, все мои знакомые ходили на лигу, пытались набирать какие-то очки, и был реально некий соревновательный дух. Поэтому да, я советую в лиге участвовать, особенно новичкам. Это очень, в отсутствии другой компенсив магии, это, скажем так, некое подспорье, помогает сохранить некую соревновательность, за которую мы магию и любим. Лига не дает мне абсолютно ничего. Главное, зачем я ходил на лигу, главный повод моего присутствия, это, конечно же, Рома Масалажа. Потому что лишний раз пообщаться с этим человеком, это то, ради чего я живу. Я помню последний день, последнюю лигу, в которой мы играли вместе, он уже тогда играл красными эльдразями, он сейчас покажет их на камеру. И я тогда подошел к нему и сказал, «Рома, вот ты не боишься играть рогаванами на камеру?» Он подумал и как бы, а чего мне бояться? Это хорошая карта, это самая крутая карта в модерне, самая сильная, 100 долларов и так далее. А потом он задумался, что если поиграть рогаваном на камеру, то, возможно, слова «Роман-рогаван» как-то уйдут в народ, и это будет не очень приятно. Поэтому он отказался от них. То есть, действительно, человек играет монарет эльдрази без рогаванов, только потому что боится вот такой вот клички. И дальше я спросил его, точнее, я сказал, я рискнул предположить то, что «Ман-решейпер» — это не самая сильная карта модерна. После этого мне было больно, но да. «Ман-решейпер» — самая сильная карта модерна. Спасибо. В моей колоде нет рогаванов по нескольким причинам. Изначально, если забегать чуть-чуть назад, изначально они были. Изначально я пробовал им играть, но я так понял, что карта слишком фартовая, потому что сдавать ее нужно строго на стартовую руку или максимум на второй ход, чтобы сказать ее с дешем. Плюс она убивается любым ремовалом за копейку, который, в общем-то, практически не страшен другим моим существам. И плюс самое важное, что, да, рогаван, он прикольный. Если у тебя все хорошо, то есть карта получается такова, что у тебя все хорошо, то прям рогаван заходит, вот прям будь здоров. Заходит там, в атаку идет, ответов на него, естественно, у оппонента нету. И я попадаю прям в нужные карты из его колоды. Да, это прям идеальный вариант, но мне кажется, в идеальном варианте все карты из моей колоды хороши. Поэтому я в итоге от рогавана отказался в пользу бладмунов, потому что бладмун сама по себе карта очень часто выигрывает игру. Без рогавана я справлюсь, а без бладмуна бывает справиться очень сложно. Поэтому я в итоге от рогаванов отказался. Я без понятия, что такое Палпер. Но вместо ответа на этот вопрос я хочу сказать следующее, что я был уверен, что мы с Романом в разных частях сетки, именно поэтому я позволил себе из-под тяжка говорить про него плохие гадости, плохие вещи. Но сегодня пришло время мне отвечать за свои слова, к чему я не готов, потому что, ну, Роман сильный игрок. Я тогда врал, я не знаю, как я должен его обыграть, поэтому, видимо, это последний раз, когда я говорю что-то на эту камеру. Рому, вы еще увидите в финале, а я с вами прощаюсь. На этот вопрос я отвечу очень-очень коротко. Мы уже с оппонентом играли этот матч в первом туре чемпионата России. И мы играли прямо с ним уже в первом же туре. И мы этот матч сыграли 2-0 в моей пользе. Поэтому я думаю, что при одинаково средних сдачах у меня будет преимущество. А как, может быть, на деле никто не знает, потому что в магии можно, может случиться что угодно. Ну, сегодня мы как раз на это и посмотрим. Тут 80 на 20 в пользу того, кто выиграет кубики. Но тут правила такие, что кубики тут не бросают. Тут просто Рома ходит первый. Тут, типа, у меня нет выбора. Просто Рома ходит первый, поэтому 80 у него. В принципе, вот так. Но, 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 теперь нормальная аналитика. Я закладывался под другие матчапы. У меня мои новые сюржики, у меня мои новые фластники и инженерки, которые не делают абсолютно ничего. А еще Рома ходит первый. У него 4 каверны, у меня 20 контрасполов, поэтому Рома просто сильный игрок. Показывает, собственно говоря, роману Даниил, что, да, у него есть компаньон. Не зря он называется Лурус Контроль. Да. Интересный архетип. Его привнес, насколько я помню, Аспиринт Спайк. Известный, Гриндер Мэджик Онлайн. Без понимания, кто это вообще не знает. Ну, в общем, смысл... Кто такой Рома, я знаю. Ну, кто такой Рома, все знают. Аспиринт Спайк и только некоторые. Ну, в общем, да. Смысл Контроля в том, что у тебя очень много спеллов, которые ты можешь играть. И при этом у тебя есть Мишрас Бабл и Лурус, которые у тебя всегда с тобой. Когда ты законтролил оппонента, ты можешь его достать и начать дровать очень много карт. Ну, так же там можно крутить всякие другие вещи, типа Дрэсдауна в Энстеп, Инженерд Эксплозив. Ну, в общем, такой. Очень прикольно, да. Лоу Кёрв Контроль. То есть, с недорогими спилами, но что-то с землями как-то... Оставил. Оставил. Но спилы ты можешь играть с самого любого Манекоста. Ну, я имею в виду. Да, да, да. Неперманентный, поэтому... Это, кстати, очень хорошая земля, на мой взгляд. Виста? Нет, вот эта. А, синяя. Да, да, да. С Вардом, который новый Мэнланд 7.7. Это гораздо лучше, чем Колоннада. Ну, она не летает единственная. Ну, когда это 7.7 с Вардом, это не важно. Но зато убить сложнее. Да. Так, интересно, что сейчас будет. Неужели будет наше любимое существо заодно? Ману нет. А, нет. Я тебе по секрету скажу, он ими не играет. Не играет. Рома не играет нашим любимым. Принципиально. Да, да. Он, как сказал, что ему не нравятся они. Так вот и держатся. Ну, это вызывает уважение. Он стоек. Так. А вот и Луна. О, нет. Но зачем она бы здесь нужна была, если бы оппоненту все синее? Решей. Сильное существо против контроля. А вот сейчас, может быть, Луна-то уже и неплоха была бы. Ну, теперь уже поконтрят. Да. А до этого мог поконтрить? По-моему, за две маны не мог. А за две маны я не видел. Я вижу два чарма, фластер-шторм, утопить возик. Не было. Если бы была Луна. С другой стороны, Луна не очень-то сильно его парит. Да, да, да. Ну, он видишь. Хотя вот именно такой набор земель парит. Рома решил зайти просто с бивней, как можно быстрее убить его. В принципе, справедливо. Потому что он как бы не знает, какая там рука, как Луна в этой игре. Насколько она большое влияние может. А существа, они гарантированно принесут пользу. Но здесь проблема у Даниила в том, что он без черной маны. Ну, пока что кажется, что она не так уж сильно нужна, да? Ну, у него, по-моему... У него два ремуала, да? Два дроны лох, соответственно. Которые не работают против Эльдразей, в принципе. Так-то. Ну, плохо работает. Да. Потому что там кладбище набить проблематично. Ну, сконтрить что-то можно. Ну, да. Что-нибудь маленькое. Но вообще... Черный цвет минорный, все-таки, мне кажется. Ну, в любом случае, сейчас подрохил три карты. Две за Чарм и одну за Ход. Наверное, он что-то там, да, подрохил. Бабл, например, посмотрел себе карту. Так, а после бабла мы можем тебе помилить. А он посмотрел себе, чтобы решить себе помилить или оппоненту? Ну, оппоненту помилить все-таки неплохо, потому что у тебя два дроны лоха, они начинают хоть как-то работать. Это как бы приятный карты. Да, кстати, вот с тотскуром вполне себе дроны лох нормально работают. Но есть ли черные маны? Вот еще вопрос, все тот же самый. Пока непонятно. Он дроп был в этом ходе? Не было. Еще не было. И черный ман есть, да. Он просто думал с болью или без боли, да. Угу, бубликом. Ходи, он подрохит карточку еще один за... Теперь у него есть дроны лох, который может... Который может все уже, по-моему, практически. Три карты, по-моему. А нет, три, да, там Виста и две с тотскуром. А убивать решейпера такое. Ну, тогда у него четвертая карта появится, и ты сможешь потом тоткнота убить. То есть, ну, какие-то в этом есть хитов-то всего восемь. Ну, уже да. Ты понимаешь, как бы восемь. Кстати, довольно быстро все. Да, да, да. Вроде первые два хода ничего не делал. Не знаю, я бы, наверное, говорил бы в решейперы дроны лох. Ну, видимо, он хочет на контре посидеть. Сейчас что-то еще большое будет. Ну, можно сконтрить, конечно, решейпера, и будет все то же самое. Он решейпер окажется на кладбище. А будет не всем то же самое? Этот решейпер-то еще принесет что-нибудь, когда умрет? Да. А, нельзя по контре, там каверна в соус. А, каверна, да. Все, говорит, вот смотри, вот она душ, да. Тогда надо было убивать. Есть там каверна. Хочет дроваться. А что, он хочет надровать? Ремуальчик какой-нибудь? Инженерная эксплозия? Нет. Массовка есть какая-нибудь там? Я что-то забыл. Тварь во льду? Нет, по-моему, массовочки, да? Нет, что-то ничего такого. Может, он хочет тварь во льду и быстро флипнуть? Чтобы всех вернуть? Да. А успеет ли он? Мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Ну да, но зато сейчас он может... Два дроун лоха сказать. Нет, нету двух черных. Ну вот, видишь, надо было в тот момент говорить дроун лох. Соответственно, сейчас бы он мог сказать в тот кнот сира, и уже стало бы как бы полегче. Да, что-то Рома мог бы найти. Ну вот что ты сейчас будешь делать? Ну вот и тебе идут в атаку. Судя по всему, да. Ты скажешь... Ну он может боиться уже типа луны или еще что-то такое. Да уже когда у тебя 8 хитов, нечего бояться. Но он сделал то же самое, пропустив на 3 хита больше, на 7 хитов больше. Потому что так бы он его сломал на прошлый ход, а на этот уже тот кнот сира убил бы. И карточку бы с него подруг. Ну он мог что-то поднять с топ-деком. Ну в принципе, да. И сейчас выйдет, скорее всего, луна. Ну то есть ты в одном хите. И он останется на одной синей. Да. И второй дроун лох ты просто не скажешь. Ну он же ничего не скажет, скорее всего, мне кажется. Ну то есть такое, как бы. Я бы играл так, как в общем. Нет, там гнев. Роман подумал, подумал и решил поставить еще существ. А он в лицо умеет, кстати? Нет, только существ. Нет, нет, только существ и плейнтсволкеров. Но это 3-3 даблстрайк, это мощно. Когда оппонента одна жизнь, в принципе, неважно. Можешь токен 1-1 поставить. Да-да-да. Просто решил существенно плодить. А у него есть чем добурнить? 4-дизмембер он играет. Нет, вроде... А, нет, Бонкрашер-гигант. Бонкрашер-гиганты, да. Ну, бублики здесь, в общем, ничего не делают уже. Слабо что-то делать. Нет, он просто сдался. Он просто сдался, и мы переходим к сайдборду. И снова конкурс. В этот раз он будет предпраздничный, предновогодний. Поэтому для первого места мы подготовили вот такой замечательный коврик. Второе и третье место смогут выбрать, как и в прошлом выпуске, из протекторов и коробочек. Условия конкурса написать в комментариях под этим видео вашу версию, ваш ответ на вопрос, какие деки лучше. Нет деки такие, которые вы нагуглили где-то в интернете, посмотрели, которые кто-то уже довел до оптимума, довел до, в общем, какого-то идеала. И вы просто берете лист, не меняете там ничего, и идете им играть в турнир. Или деки, которые вы сами разрабатываете, или сами придумываете какие-то сайдборные опции. Или как Роман убираете Рогаванов из Эльдрази. Что вам больше нравится? Эффективность? Или удовольствие от игры? Да. Пет-деки или мета-деки? Что вам больше нравится? А мы переходим к сайдборду. Роман, соответственно, убирает Chalice of the Void, два Dismember'а и два Fury. В Fury там особо убивать нечего, Dismember'ами тоже, в принципе. Chalice'ы, это, видимо, очень на много надо ставить. Ну, он убирает два, он два оставляет, там просто не нужно так много Chalice'ов. Да. То есть на один там особо нет смысла, видимо, Chalice'ы ставить. Ну, можно на Bubble поставить, на ноль. Да, вот можно на ноль или на... Ну, на один, в принципе, тоже можно, как бы. Но уж точно нет смысла ставить много Chalice'ов. На два, опять же, можно, да? То есть, но, опять же, это Chalice, который тебе не выигрывает игру. Да. Я считаю, что... То есть он не лочит лочит. Разумно, я бы тоже, наверное, парочку убрал. Досаживает он, соответственно, четыре релика про генитуса. Чтобы на кладбище ничего не жило. Одну Chandra, такую и одну такую. То есть одну за четыре маны и другую за много, видимо, маны. Awakened Inferno, это за шесть. Она, кстати, если я не ошибаюсь, да? Наверное, не знаю, да. Если не ошибаюсь, она не может быть поконтрена. Это вообще очень сильная Chandra против контролей. Осталось дожить до шести манов? Да. Ну, если он это сделает, то я сомневаюсь, что контроль сможет что-то противопоставить. Она создает эмблемы и множит их, и контроль просто погибает. Согласен. А Даниил, соответственно, убирает две эксплозии. Два Сурджика, которыми он играл в мэйне. Одну Force of Negation, два Fluster Storm и один Contraspell. То есть, в принципе, он убирает, как бы, контрспилы и карты узкоспециализированные, которые, как бы, не очень, может быть, работают против романа. Потому что, ну, эксплозией, что ты сделаешь эксплозией? Ты не убьешь ему существ у огромных эксплозий. Да. Ну, вот, Fatal Push'у он все-таки решил оставить, как я понял. Fatal Push'у, да, потому что можно взорвать фечку и убить, в принципе, Тодд Сира. Да, да. Принцип справедлива. Досайживает он четыре Тодд Сейза. Дискардить мы хотим оппонента. Три Spreading Sisa, чтобы ломать ему бесцветную ману, чтобы он не мог покастить своих эльдразей. Один Dress Down. Еще один Dress Down. Когда существа, я понимаю, теряют способности. Способности до конца хода и тысяча бережка. Да. Хорошая, очень-очень хорошая новенькая. И один Domnation. Domnation, да, все логично. Но, мне кажется, тут по сайтборду не добавить, не прибавить. Мне, в принципе, все нравится. Ну, сейчас мы посмотрим, что у него еще было. Наверное, все-таки да, 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 да. Ну, то есть тоже не вижу, что можно было еще досадить. Да, хороший сайтборд, мне нравится. Мне нравится. Посмотрим, насколько он поможет ему выиграть второй матч. И наши игроки начинают второй гейм. У Романа, обратите внимание, к кубике. Всегда он ставит вот два кубика, красный и синий. Да. И все время единичками вверх, мне кажется. Глаза змеи. Так, Даня, оставишь ли ты эту руку? Там есть дискард. Есть ли там черная мана? Вот вопрос. Так, а Роман отсадил фурии, все равно поднимает фурии. Хо-хо-хо. Ой. Ого. Каверна. Два, три смешера. Три смешера. И темпу. И темп. Может быть, просто оставить как бы... Мне кажется, это просто запрещено мулиганить во всех штатах. Да. Вот, пожалуйста, выбирай смешера. Какого смешера ты? Да. Ну, у него по факту уже есть четыре маны, да? И надо поднять одну любую ману. И каверна. И каверна. Что ты... Ох, вообще здорово, конечно, сдал себя. Ох, Роман, ох, Роман. В моем детстве про таких говорили, что они руки горели в микроволновке перед матчем. Минус смешер. Да. Ну, теперь надежда Даниила, я там отдакать еще немножечко тот сейзов и подискардить все это. Ну, тут тот сейзов не напасешься. А в руке предательский fatal push, который... Да, да. Этих не убивают. Но у него тварь, по-моему, в руке, потому что там какой-то перевертыш. Да. Дрезддаун, Mystical Deluge, или как он там называется? Делюга. Делюж, да. Хорошая очень тоже карточка, но боюсь, что... Memory Deluge. Memory Deluge, угу. Помнить, луну сменил. А у Романа еще одна луна в руке, насколько я знаю. А, я не увидел, что он подровал. По-моему, да. Ну, хоть будет что контрить. Потому что поконтрить, как бы, существ, видимо, не в этой партии. А зачем он положил тапнутый? Видит каверну, понимает, что на Архмак Чарме нет смысла сидеть. Может, чем-то такое. Не знаю. Я боюсь, сейчас ему может зайти луна, если она есть на руке. Да, и похоже, что это сейчас и произойдет. Решил поэкономить хиты, подумал, что контраф все равно ничего не поконтрит. Сидит, может, на дрезддауне, чтобы, если там тот над Сир, сказать дрезддаун на тот над Сира. Так, ну, смотри, если ты не планируешь контрить, ну, ставь тогда ты тварь и развивай ситуацию. Ну, он, видимо, решил на дрезддауне посидеть, чтобы кто-то сир. Или поимитировать контёр, типа. Или контрспелл. Нет, это просто гигант, просто мясо ставит. Да. А вот его-то мы можем. А вот этот дрезддаун, который просто решил подциклить за карточкой. И в эндстеп это сделал. И дрезддаун поэтому только уже в его эндстеп пожертвуется. Это такой хитрый маневр. Бабл, посмотреть тебе. Теперь у Бонкрашера нет способности. Если его поцелить, то не надо будет два урона получать. Ну, удобно. Да. Ну, я не уверен. О, триггер. Триггер, да, бабла. С одной стороны, прикольно иметь такие напоминалки. С другой стороны, они оппоненту тоже напоминают. Иногда не хочется оппоненту что-то напоминать. Что у тебя два триггера? Ну, конкретно в этой ситуации, мне кажется, ты спокойно... Ну, да. Я когда пакты, например, просто... А вот и тварь, вот и тварь. Решил всё-таки поставить. Ну, вот мне кажется, на прошлый ход она лучше бы смотрелась. Я, в принципе, согласен. Наверное, потому что сейчас уже... В общем, тут такое, да. Ну, дебейтабл. Ещё бублик. Бублик. Ещё один триггер. Посмотрел ту же самую карту. Зачем он смотрел себе опять? А, он первый роман смотрел, да. Нет, первый роман смотрел, да. Первый роман смотрел, да. Н-степ жертвуется. Ходи. И откип. И он дроп пропустил. А, и у него земелька ещё не зашла, пропустил он дроп. Угу. А вот и луна. Да. А она... Она только подробно. Или она... Не-не-не, он ещё не подробно. А, он ещё не подробно. Да, она была, я заметил её ещё раньше. Я бы, наверное, на месте Данила ставил растапанный и с чарма брал две карты. Чтобы он дроп не пропустил. Тут ещё такая ситуация, что Роману-то не очень луна нужна вообще, в принципе, да, потому что у него план... Каверна и смешеры, да. И смешеры. Его план поставить смешеров сломается, он как бы... С другой стороны, луна сейчас тоже по факту выиграет игру. Но вообще тут сложное решение, чем выиграть. Но у него смешеры и так пойдут с этой... у него есть пустошь. Ну, я бы, наверное, ставил луну. Но ты просто смешера прямо сейчас можешь запустить. А он уже вот так сходил. С каверны. Тогда я не знаю. Значит, раз, два мана, три, четыре, пять маны. Ну да, но, по-моему, он уже вот так сходил, значит, он решил... А почему? Снять как-то иначе. Роман, ну почему? Я не пойму. Видимо, решил, что луна более надёжна. В принципе, если, знаешь, там домнейшн в сейде, можно... Ну, не знаю, потому что луна сейчас просто уничтожает. Но он релик за вести, и потом луну. Луна уничтожает, потому что у оппонента нет вообще доступа никакой мани, как бы. Да, да. И прямо сейчас он не может поконтрить. Но он не сможет его взорвать, если... Ну да, просто луна. Я бы тоже так сыграл. Надёжно, надёжно, согласен. Ну, всё, тут можно складывать карты, мне кажется. А там уже так? А, там уже был... Мы не отследили жетон. А он поэтому не ставил смешеров. Потому что там тварь во льду была в одном жетоне. Да, да, да. Ну тогда это вообще вдвойне логично. Конечно. Единственное, что у тебя остаётся, это существо 7-8. Но, в принципе, как бы... А сейчас Роман может только бом-крашера на блок ставить, правильно? Что он поднял? А, это земля, по-моему. Которая... Которая волшебство. Да, да, да. Тогда можно и смешера поставить. Она с болью, правда, да? За три боли, по-моему. Ну, под луной нет. А, под луной она просто как гора выходит. Ну и это, собственно, тогда просто смешер, да. А, ну у тебя существо 5-5, а у тебя оппонента существо 7-8. Ну, тут счетчик всё равно лучше. Он сейчас идёт смешером в атаку, и потом двумя смешерами в атаку. Да. Ну и просто леталит настоящий. Поэтому тому придётся в блоке оставаться. Но он не знает, что у него... А, ну он знает, что у него вторых смешер, соответственно, придётся остаться в блоке, пропустить на 5. Ну, всё равно он живёт пока ещё. Он пропускает на 5, да. Ну, скорее всего, поставит фьюри и добьёт тварь, и всё. По реликам не забывает сгонять карточки. Ну да, тут луна опять приносит на Роману победу, скорее всего. Я не вижу тут особо... Она лочит очень сильно Даниила, особенно с учётом того, что он, в принципе, больше земель не поднимает. Хотя у него, с одной стороны, у него двуцветный всего лишь контроль. С другой стороны, у него очень много небазовых земель. Очень много утилити земель, которые что-то делают, да. Да. Ему базиков надо было бы поднять, конечно. У него, по-моему, нет ни одного чёрного базика. Давай посмотрим. Пять айлендов и всё, да. Нет ни одного чёрного базика. Даже свечек нельзя найти и чёрный базик. Важное объявление. Финал турнира Мумагика по Модерну прошли. Роман Масаладжио с красными эльдразьями. Всё правильно. С монокрасными эльдразьями. И Дмитрий Чинарёв с УБ Инвертором. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ставьте колокольчик, жмите спонсировать, и вы увидите финал на 3, 2 или 1 день раньше. Всего доброго. До свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok